сегодня очень много говорят о том что обучение и школьников и студентов должно в большой мере опираться на практику и это совершенно правильно но что предпринимать преподавателям современных условиях и какой дорогой идти вот главный вопрос практика ориентированное обучение тема нашей сегодняшней программы знающие люди и в студии наталья мельникова и наши гости елена хитрова и мария мимо здравствуйте и первый вопрос у меня к вам елена михаловна как директору колледжа байкальского государственного университета все-таки практика ориентированное обучение что кроется за этими словами действительно современные тенденции подготовки специалистов среднего звена сейчас очень активно обсуждают именно их практика ориентированность сегодняшние современные стандарты которым по которым мы готовим студентов с по по большому счету дают массу возможностей обеспечить эту практика ориентированность и колледж байкальского университета не может не участвовать в этих процессах и мы стараемся обеспечить практика ориентированность практически на всех ступенях на всех звеньях во всех формах нашего обучения ну давайте начнем с главного документа по которому мы учим студентов это наш стандарт вот стандарт по среднего профессионального обучения неважно по какой специальности или специализации он нам дает возможность так или иначе подготовить студентов в соответствии с определенными компетенциями и эти компетенции в обязательном порядке предполагает освоение каких-то умений и вот слово умение как раз является той базы на основе которой мы выстраиваем так называемая практика ориентированное обучение потому что мало научить нужно еще и научить как это использовать и сегодня конечно наши потенциальные работодатели ждут своих выпускников прежде всего вот с этими умениями то есть другими словами наш выпускник трудоустраиваясь по своей специальности так или иначе эти умения должен тут же продемонстрировать дальше он их разовьет дальше он их размножит да можно так сказать и работодатель если он в нем заинтересован конечно поможет ему в этом но вот та база которая с которой он должен прийти это задачи как раз колледжа и прекрасно понимая что это важно мы стараемся в учебный процесс строить отдельные элементы практика ориентированного обучения которые наш выпускник должен так или иначе продемонстрировать ну во первых профессиональный цикл любой специальности у нас выстраивается из того что помимо изучения конкретных дисциплин после каждого профессионального модуля студент идет на практику и вот здесь механизм выгодно отличает систему СПО поскольку те знания которые он получил на дисциплинах он должен тут же продемонстрировать на практике кроме того вернувшись практике он должен сдать еще так называемый квалификационный экзамен и это симбиоз как раз знаний и умений которые он получил на практике кроме того инструментов которые используют среднее профессиональное образование на школе в частности в рамках подготовки достаточно много стандарты нам позволяют обеспечивать так называемое дуальное обучение и это вот наш приоритет наша задача над которой мы сейчас активно работаем что это значит это значит что здесь потенциальный работодатель активно участвует в учебном процессе в рамках которого соответственно готовится наш выпускник это и привлечение наших потенциальных работодателей как на отдельные темы так и на чтение конкретных лекций это опять же разработка работодателями тех наших дисциплин и в рамках конкретного стандарта возможность работодателя дать какие-то элементы и рекомендации чтобы во-первых совершенствовал учебный процесс а с другой стороны как раз и дать в рамках обучения те умения которые конкретному работодателю соответственно понадобится поэтому конечно когда мы говорим о возможности практика ориентированного обучения то здесь мы стараемся соответственно работать по всем фронтам более того итоговой аттестации по ряду специальностей по новым актуализированным стандартам является такой формат как демонстрационный экзамен и вот здесь наши студенты не просто пишут дипломную работу а еще проходят некоторого рода формат аттестации которая позволяет как бы прожить один день их на рабочем месте и вот для этого формата мы тоже привлекаем экспертов которые конечно являются нашими потенциальными работодателями поэтому сегодня практика ориентированное обучение конечно в какой-то степени дает возможность так скажем использовать различные инструменты но про дуальное обучение я говорила могу сказать еще такой формат как кейс чемпионат или так называемый кейс стади до которые могут включаться абсолютно в разных форматах и в разных масштабах как на уровне конкретной дисциплины так и на уровне на уровне на уровнях достаточно большого такого широкого формата которое предполагает конкретное проектное решение спасибо мария юрьевна но связи с этим вопрос наверно к вам да уже по механизмам будем говорить да сейчас кейс метод кейс обучения вот это же это что очень часто тоже можно слышать да вот эту формулировку и так кейс собственно что такое как он применяется в обучении по большому счету говорить о том что такое кейси я думаю что каждый из нас сталкивался с ним каждый студент проживает и решает множество кейсов на семинарских на практических занятиях которые мы реализуем на наших занятиях по большому счету кейс предполагает составление работодателям той сложной той проблемной ситуации с которой он сталкивается в практической своей деятельности кейс ситуация я правильно понимаю да и ситуация да та самая проблемная ситуация из которой нужно найти правильное решение выход и вот здесь как раз любому студенту необходимо проявить очень важные навыки которые не формируются к сожалению на обычных лекционных занятиях это навык критического мышления это навык поиска информации анализа информации это навык принятия решения в сложной ситуации сюда же подключается командная работа презентация результатов этой командной работы то есть как раз включаются те самые soft skills которые вот и необходимы в дальнейшем работодателю которых тоже очень много говорят до последнего времени конечно соответственно вот элементы таких кейсов мы включаем и в занятия наши повседневные но вот сейчас в последнее время у нас появилась еще одна уникальная возможность совместно с партнерами нашего университета нам представилась возможность организовать в иркутской области кейс чемпионат для того чтобы наши студенты могли продемонстрировать свои навыки соответственно вышеперечисленные не только вот нам да но и соревноваться со школьниками и такими же студентами среднего профессионального образования которые учатся на территории иркутской области я знаю что у него достаточно высокий статус это всероссийский да это не просто российские кейс чемпионат он входит в перечень министерства просвещения российской федерации соответственно каждый участник победитель финалист да может получить еще и дополнительные баллы к егэ при поступлении ведущей вуза российской федерации то есть статус очень высоким мероприятием да это очень важно участие в этом чемпионате бесплатная для школьников участие не просто бесплатная это хорошая возможность наоборот улучшить свое финансовое состояние я бы сказала важно отметить что сам по себе кейс чемпионат проводится не просто образовательными организациями у него хорошие индустриальные партнеры ведущим партнером является корпоративный университет промсвязь банка соответственно финалисты кейс чемпионата смогут получить финансовую поддержку в виде стипендий при обучении в вузах россии они могут получить соответственно менторскую поддержку как раз уникальной особенностью этого чемпионата является то что он предполагает не только состязательную часть но еще и обучающие элементы то есть как со стороны байкальского государственного университета так и со стороны федеральных партнеров мы готовы в течение сентября октября под плотно поработать со студентами со школьниками это какой-то особый курс до проводит университет безусловно безусловно вот как раз те навыки о которых мы говорили да то есть это навыки работы вот в команде навыки погружения в ситуацию проблемную и поиска решения они будут прорабатываться в течение сентября месяц тренерами программы вот если мы уже календарный такой график затронули то есть сентябрь октябрь это можно прийти поучиться да все верно дальше начнем чуть раньше откатимся то есть сейчас у нас с сентября началась регистрация команд на участие в кейс чемпионате регистрацию можно пройти как на сайте байкальского госуниверситета во вкладке кейс чемпионат так и в целом просто в поисковых системах введя кейс чемпионат и пройдя на главную страницу по регистрации участие как я уже сказала командно это очень важный навык потому что в одиночку мы многие готовы принимать решения вот работа в команде распределение обязанности делегирования какие-то более для современных школьников очень важные навыки так вот команда регистрируется на сайте отбором на кейс чемпионат будет являться видео визитка что тоже проявляет навык креативности до навык самопрезентации что очень важно для дальнейшего трудоустройства чем елена михайловна говорила выпускников так вот на основании анализа изучения и оценивания видео визиток отбираются лучшие команды кто в дальнейшем примет участие в самом уже кейс чемпионате все все кто прошел регистрацию на кейс чемпионат действительно в течение сентября могут проходить обучение на платформе чемпионата то есть вот она уже доступна такой такой график действительно это очень интересно могут при ребята принимать участие от какого-то учреждения школы учреждения доп образования и или команда может быть стихийно создана детьми из разных школ и гимназии положение по кейс чемпионата предполагает что в целом действительно у нас командная работа изначально конечно для того чтобы ребятам было комфортнее работать мы предполагали что это будет команда от одной образовательной организации здесь главный критерий они должны быть школьниками или студентами с по но дополнительно сайт и положение предполагает и смешанные форматы работы если я один инициативный креативный очень хочу принять участие в чемпионате но к сожалению в своем окружении не нашел единомышленников то я могу пройти индивидуальную пока регистрацию на чемпионат а в группе кейс чемпионата в соцсетях поискать себе единомышленников объединиться в одну команду и уже вместе собственно принять участие хорошо лев михайловна как поддерживает собственно администрация вот такое большое движение каким образом и почему это для нас так важно ну вот как мария юрьевна сказала что действительно те навыки которые ребята здесь приобретает они очень важны именно в дальнейшем когда они уже пойдут работать на практику потому что умение действительно работать в команде умение критически мыслить умение мыслить системно умением презентовать себя это те так называемый софт скиллы которые порой прорабатываются в рамках реализации тех или иных стандартов недостаточно поэтому это так скажем очень хорошая возможность для школьников потенциальных соответственно студентов каким-то образом проработать себе вот эти вот навыки и когда пока не поздно пока они еще не вышли на стезю так скажем работающего человека так или иначе соответственно вот по упражняться в них вот и такой формат он действительно максимально приближает обучение именно тем задачам которые им будут ставится непосредственно на практике поэтому вот мы называем это интерактивные методы обучения вот они достаточно так скажем активно стали внедряться в нашу учебную работу как мария юрьевна сказала и мы прямо вот ставим перед преподавателями задачу чтобы как можно больше интерактива давали во-первых это всегда вызывает потенциальный интерес у ребят а во-вторых как раз и побуждает участвовать вот такого рода мероприятия и поскольку мы как образовательные учреждения заинтересованы в том чтобы студенты приходили к нам сильные подготовленные мотивированные вот как раз такой формат работы такой формат участия он как раз и обеспечивает нам во-первых так или иначе себя позиционировать на образовательном рынке а во-вторых действительно привлечь к обучению заинтересованных мотивированных студентов которые знают для чего они идут почему они идут и вот такого рода механизмами такого рода инструментами соответственно приближает себя хорошему специалисту по выбранной профессии я бы хотела добавить что у первых у нас существует два же формата проведения кейс чемпионата первый формат участия предполагает выполнение практической задачи от работодателя но есть второй трек он позволяет а презентовать собственную бизнес идею соответственно выйти на такую пич сессию по презентации бизнес идеи перед предпринимательским сообществом региона и в этом смысле мы как университет решаем еще и вторую задачу это задача повышения трудоустройства наших выпускников то есть предоставление им возможности создания собственного бизнеса оформление самозанятости индивидуального предпринимательства и так далее действительно очень важно байкальский государственный университет принимает участие в проекте содействия занятости в рамках национального проекта демография совсем недавно на базе колледжа бг у прошел экзамен посмотрим сюжет в колледже байкальского государственного университета состоялся выпускной экзамен по итогам обучения по программам профессиональной переподготовки администрирования отеля колледж бгу принимает участие в реализации федерального проекта содействия занятости в рамках национального проекта демография цель проекта содействие занятости выпускников вузов и спо путем организации дополнительного образования по востребованным специальностям вот в туристической отрасли гостиничной индустрии существует большая проблема кадров и поэтому очень важно вот то чтобы на протяжении прохождения вот этих курсов специалисты будущие специалисты готовятся и адаптируются не только ну как к теории да отрабатывают эту теорию на практике 30 августа экзамен сдавали два человека выпускница колледжа бгу и работница отеля участниками программы дополнительного образования могут стать женщины находящиеся в декретном отпуске и лица старше 50 лет и конечно выпускники колледжа которые пожелали получить еще одну специальность проходила формате очное обучение мы также делали выездные занятия могу сказать огромное спасибо нашим преподавателям мы ездили в отели мы увидели много чего нового на практических занятиях специалисты подчеркивают что именно демонстрационный экзамен позволяет увидеть квалификацию выпускников не только преподавателям но и будущим работодателям что без сомнения повысит шансы на трудоустройство а мы вернулись студию елена михаловна вопрос к вам расскажите об этом проекте действительно в мае месяце мы начали сбор заявок от потенциальных слушателей которые могли бы в рамках названного проекта содействия занятости населения это действительно федеральный проект демография и вот такой вот его формат он позволяет как раз так или иначе освоить в короткие сроки определенные навыки определенные умения всем лицам которые записались на этот проект и успешно его окончили колледж байкальского университета был заявлен по трем компетенции в рамках этого проекта это компетенция предпринимательства это компетенция администрирования отеля и эта компетенция бухгалтерский учет коммерческих организаций почему эти компетенции ну потому что это наши традиционно востребованные специальности которые по которым колледж готовит уже достаточно длительное время и здесь мы могли предоставить возможность использовать и нашу материально-техническую базу и самое главное наш вот педагогический состав который обладает должным опытом высокой квалификации и хочу сказать что первое так скажем партия первая группа слушателей весьма успешно прошла обучение все лето вот слушатели занимались все лето преподаватели и готовили и вот в конце августа по этим компетенциям мы можем как бы с гордостью сказать что первая группа слушателей соответственно закончила обучение и в скором времени получит необходимые сертификаты для дальнейшего трудоустройства вот и опять же хочу сказать что здесь мы не ушли от темы именно практика ориентированного обучения потому что вот здесь нужно было выдать минимум теории хотя без теории конечно никуда не деться но упор был сделан конечно на определенную практическую подготовку и наши слушатели отмечали и как это с восторгом отмечали о том что именно их погрузили вот по большому счету в профессиональную и будущую деятельность вот мы на этом не останавливаемся и осенью буквально вот через несколько дней будет объявлен новый набор для продолжения соответственно реализации вот этого проекта мария юрьевна подробности пожалуйста как правильно уже было сказано проект позволяет в короткие сроки это туда устроить тех граждан которые сейчас нуждаются в этом поэтому здесь следует отметить на кого направлен этот проект сейчас на осень и на последующий сезон мы работаем с пятью категориями людей первая категория это лица которые являются безработными стоят на учете в центре занятости вторая категория граждан это молодые мамы находящиеся в декрете соответственно у которых ребенку не исполнилось три года 3 категории относятся молодые мамы которые не имеют официального трудоустройства но ребенку еще пока не исполнилось 7 лет более интересной категории которая сейчас проявляет очень большой спрос на рынке образовательном таком является категория люди предпенсионного возраста тем кому уже за 50 лет соответственно и соответственно заключительной категории является молодежь в возрасте до 35 лет сейчас на осень мы ожидаем что к нам придут наши бывшие выпускники выпускники профессиональных образовательных организаций которые в течение четырех месяцев после окончания обучения не смогли по каким-то причинам найти себе место для устройства как у них еще и да да у них сейчас еще есть шанс получить более востребованные профессиональные навыки которые помогут им трудоустроиться в короткий срок как попасть к нам на программу все очень просто необходимо зайти на сайт рут всем пройти официальную регистрацию обратиться в центр занятости населения который поможет оформить документы и мы будем ждать слушателей на новом потоке нашей программы да действительно мы делаем очень большое нужное дело и для школьников и для студентов и для просто жителей нашего города совершенно замечательно я благодарю вас за интересный содержательный разговор с вами была программа знающие люди студии была наталья мельникова и наши замечательные гости елена хитрова и мария мимо всего доброго